Ты любишь больше карандашами или красками рисовать? Карандашами, да? Удобнее, наверное. Разукрасить не только бумагу, но и саму жизнь. Вова взял в руки карандаши в онкологическом отделении, у ребенка был лейкоз. Много месяцев мальчик провел в лечебном учреждении, так Вова и стал рисовать. Сейчас он в ремиссии, ходит в школу и мечтает стать программистом. Я вообще только начинаю, то есть это мне еще надо много чему обучиться, мне надо обучиться монтажу и так далее. Пока что, я не знаю, оформление сделать и так далее. У мальчика большие планы. Строить их он начал еще в отделении, чтобы верить самому и поддерживать других, рисовал для благотворительного проекта «Я помогаю детям». Уже 8 лет картины маленьких пациентов онкоотделения переносят на кружки, футболки, блокноты. Одна из первых таких художниц – Ира Сюзева. Тогда изобразила жизнелюбивого рыжего кота. Люблю котов и собак. Но собаки у меня не очень получаются, поэтому я нарисовала кота. В 2020-м Ира чувствует себя хорошо, она уже не в больнице. Новые принты рисуют другие дети. По словам координаторов проекта, идут на это не все малыши. Даже к самому незамысловатому рисунку нужно настроиться, ведь твое творчество увидят многие. Способ общения с людьми, с окружающим миром, потому что они сидят там безвылазно, скажем так, не выходя, особенно сейчас, в период карантина, и им вот таким способом они общаются с людьми. То есть, когда они узнают, что их рисунки, например, в проекте участвовать будут, когда они там стараются кто-то красиво нарисовать. Продукцию продают на благотворительных ярмарках для всех желающих. Проект поддерживают и организации города, а вырученные деньги идут на покупку дорогостоящих лекарств и медицинской техники. Когда даришь частичку добра и счастья ребенку, в ответ получаешь искреннюю улыбку и искренние слова благодарности, начинаешь верить, что именно в этот момент мир стал чуточку добрее и приветливее. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в общение с детьми. Сейчас оно проходит дистанционно. Мы привозим подарки, разговариваем с родителями. Проект не ограничивается щедрым вторником – Международным днем благотворительности. Помочь детям можно в любое время. Минимальная стоимость продукции символичная – всего 30 рублей. Но и они дают детям шанс выжить. Многие дети нужны в такой помощи, особенно маленькие, которые еще не совсем окрепшие и не могут это сильно переносить.